Казахстан переименовывать не будут. Такое заявление сделал Касым Жумар-Токаев на первом заседании национального курултая в Улутау. Президент отметил, что решение о новом названии нашей страны в нынешних реалиях было бы безответственным. По словам главы государства, все усилия будут направлены на построение совершенно нового Казахстана. В принятии важных для государства решений будут участвовать сами казахстанцы. Сегодня же президент предложил вернуть День Республики статус национального праздника. Мираль Жанова продолжит. Открывая заседание курултая, президент напомнил о прошедшем референдуме. По его словам, создание нового Казахстана – это весьма длительный процесс. Цель будет достигнута только в случае сплоченности казахстанцев, отметил он. А вот что касается переименования страны, Касым Жумар-Токаев заверил, что этого не произойдет. Самое главное, что мы от имени независимой страны и Республики Казахстан за 30 лет подписали множество международных договоров, утвердили нашу государственную границу. В такой ситуации переименование нашего государства было бы безответственным решением. Это очень важный вопрос, который, прежде всего, оказывает непосредственное влияние на нашу национальную безопасность и мирную жизнь нашего народа. Предложения от членов курултая поступили самые разные. В нашей стране предложили провести конкурс компьютерных игр и комиксов, создать фонд по субсидированию контента на госязыке, а также запретить деятельность телеканалов, вещающие о национализме и войне. Рассказали выступающие и о важности поднятия статуса музея в Казахстане, развития национального спорта. Глава государства же поручила открыть площадь государственных символов у подножия Аулиата. Было принято решение провести первое заседание национального курултая в Улутау. Мы возвели белый шатер у мавзолея Джучихана, который стоял у истоков единения великого народа. Это имеет большое символическое значение. Это знак единства страны, целостности наций. Важный исторический шаг к созданию нового Казахстана будет сделан в этом святом сакральном месте. Это хороший знак. Нам всегда нужна поддержка духов, наших предков для успеха в том, что предстоит сделать. Для того, чтобы проводить опросы среди казахстанцев по самым актуальным темам, президент поручил разработать специальное мобильное приложение курултай. По словам главы государства, таким образом все без исключения должны участвовать в модернизации нашей страны. А вот чтобы новая конституция вступила в полную силу, предстоит разработать и принять порядка 20 законопроектов, сообщил Касымжимар Токаев. Это очень важно для успешной модернизации страны. Принятие законов требует времени. На это может уйти несколько месяцев или даже полгода. Однако реформу не следует откладывать. Люди хотят реальных перемен прямо сейчас. Поэтому наши депутаты должны уже приступить к разработке основных законопроектов. А с началом осенней сессии они уже должны поступить в работу парламента. Основные законы должны быть приняты до конца года. Президент предложил также вернуть Дню Республики статус национального праздника. По его словам, 25 октября должен стать символом смелого шага страны государственности. Ранее этот день был нерабочим, но в 2009 году перестал быть национальным праздником. Президент сказал, что при этом первоначальный смысл Дня независимости будет сохранен. Его следует отмечать как День памяти наших национальных героев, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, заверил президент. Нурсултан